Дом номер 16 по улице 5 августа. Бурые пятна видны везде. Кровавый след ведет изнутри здания и кончается у порога. Это следы оказания медицинской помощи сотрудниками скорой помощи. То есть мы сейчас делаем осмотр место происшествия, туда не лезем. Двигаться по кровавым следам криминалисты начинают в обратном порядке с улицы в дом. Фиксируются все значимые для следствия детали. В помещении крови еще больше. Лужи есть и в прихожей, и на кухне. Что послужило декорацией для кровавой драмы, догадаться несложно. В доме видны следы пьяного застолья. 25 января 2022 года двое мужчин находились в доме на улице 5 августа, где распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в результате которой один из мужчин нанес другому удар ножом. Мужчине было причинено телесное повреждение. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время производится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия, опрашивается виновник происшедшего. Пока многих штрихов в картине происшествия не хватает. Показания подозреваемого весьма сбивчиво. Возможно, мужчина еще в охмелю. Известно, что именно он вызвал скорую пострадавшему рану. По словам задержанного, он нанесся бутыльнику пальцем. Следователи поставили его слова под сомнение. На мастера кунг-фу подозреваемый не похож. Искать подлинное орудие преступления и восстанавливать картину случившегося правоохранителям пришлось самостоятельно. Ранение пришлось в шею. По словам стражи порядка, неотложка на место происшествия прибыла довольно быстро, за 9 минут. Как сообщили следователям и полицейским врачи, забиравшие пострадавшего, артерия у него задета не была. А значит, шансы на выживание у раненого достаточно высоки. Как будет сформулировано, обвинение станет ясно, исходя из картины и последствий случившегося. От этого будет зависеть и мера пресечения подозреваемому. Иван Суверин, телеканал Первый областной.